Поэтому, уважаемые братья и сестры, сколько людей, сколько мы погубили себя, когда мы постигли на честь другого. Поэтому правопед Мухаммад сказал, что шайтан бегает по крови человека и нашептывает ему то, что человек, то есть вообще какие-то мысли, то, что не является хак. Поэтому запрещено постигать на честь другого мусульманина, запрещено на его кровь, на его имущество. Что касательно чести, посмотрите, Мухаммад бин Сирин, знаете, Мухаммад бин Сирин, пришел к нему, он делает толковал сны, пришел к нему один из людей и сказал, я увидел человека во сне, то, что его волосы достигли до щикл, то есть столько выросли у него волосы. На что ответил Мухаммад бин Сирин, если будет достоверно это толкование сна, то этот человек будет в долгах и его посадят в тюрьму. На что он ответил, говорит, я видел тебя, Мухаммад бин Сирин. Мухаммад бин Сирина посадили в тюрьму за долги. Не выходил он из тюрьмы, один раз только вышел, когда Анас бин Малик, он попросил у него, чтобы Мухаммад бин Сирин, чтобы он прочитал за него джаназа намаз. Когда умер Анас бин Малик, он вышел, прочитал джаназа намаз и зашел обратно в тюрьму и умер в тюрьме. И когда он сидел перед смертью, перед теми, кто сидел, сказал, то, что, говорит, это должно было случиться, это сбылось, потому что 40 лет назад, я знаю, почему это. Говорит, то, что я видел сон, я сделал это все, потому что, ну, знаю, почему я здесь сижу. 40 лет назад я сказал одному человеку, я муфлис, о, банкрот, так его назвал, о, тот, который, должник, банкрот. Вал ана ана муфлис, вана фисичн, ва саму ты фисичн. Сейчас я банкрот, сижу в тюрьме и умрю в тюрьме. Альхамду лилля, то, что Аллах, субхану лилля, искупил его грех, когда он еще при жизни. Второе, что касается крови человека. Верующего нельзя постигать на его кровь. То есть, к чему это приводим? В этой жизни уже человек видит, как за это Аллах, субхану та'аля, дает урок человеку. Второе, это когда касательно жизни другого человека, крови другого человека. Каталят у Усмана. Когда убили Усмана, рада Аллаху ан. Те люди, которые убили, после того, как убили, зашли в дом Усмана и избили его супругу. Его супруга сказала, Что с тобой? Пусть Аллах отрубит тебе руки, отрубит тебе ноги и ведет тебя в ад. Через другое какое-то время этого человека нашли уже в Куфе, город Куфа, без ног, без рук. И он что-то сказал, И потом, когда спросили, что с тобой? Он сказал, когда я убил Усмана, я его ударил жену, она сказала мне, да отрубит тебе Аллах руки и ноги и ведет тебя в ад. Сейчас я без рук, без ног, и я боюсь, что я попаду в ад. Что касательно богатства, имущества другого человека. Один из подвижников подошел к пророку Мухаммаду, саллаху алейсаляму, и сказал, Я, Расулли Аллаху, у меня есть рабочие. Говорит, у меня есть рабочие, которые работают на меня. Один день я им не додаю, один день они меня не додают. То есть я их обманываю, они меня обманывают. На что пророк Мухаммад, саллаху алейсаляму, сказал, то, что они тебе вернут в судный день, то, что ты им должен, ты им в судный день вернешь. И он заплакал. И тогда пророк Мухаммад удивился, А что он плачет, говорит, неужто он не читал, где Всевышний Аллах, саллаху алейсаляму, сказал, в судный день мы установим весы справедливости. Даже если человек с пылинку, с горошинка должен был другому, он вернет это. И мы будем рассчитывать, говорит Всевышний Аллах, субхану алейсаляму. То есть это три вещи, что мы должны быть бдительными, чтобы не поддастся этому козни шайтана. И также из тех историй, которые человек бывает, думает, что что-то для него лучшее в этой, кстати, Джаффар ибн Абиталев, то есть как Аллах обрадовал его, пророку Мухаммаду, саллаху алейсаляму, при следующей битве, его убили. И пророк, саллаху алейсалям, посетал на мимбар, плакал, начал вспоминать Зайд Мухариса, Джаффар ибн Абиталев, те, которые несли знамя, Абдуллах ибн Араваха, их вспомнил и плакал. То есть когда Аллах что-то дает, так же Аллах что-то забирает по своей милости. И здесь дали то, что плакать человек может, но однако должен соглашаться с сердцем, с решением Всевышнего Аллаха, субхану алейсаляму, ни в коем случае не противоречит своей душой. Аллах, ты заходил, но однако слезы сами по себе текут, когда ты видишь, когда близкие уходят, которых ты любил, с которым провел жизнь.